Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Арза, и сегодня мы продолжаем проходить модификацию Ушедшая Душа. Я установил все эти самые фиксы, которые мешали нашему спокойному прохождению, так же, как эта собака. Во-первых, это у нас фикс на М-ку, которая с прицелом плохо себя чувствовала, но сейчас, как видите, уже получше. Да, всё просто прекрасно. Работает. Ну, вы помните, я думаю, в прошлой серии, кто не смотрел, обязательно посмотрите, что у нас происходило с М-кой. Сейчас всё в порядке. И ещё один фикс. Говорят, что есть какие-то вылеты по озвучке персонажей. Я тоже установил, там около 300 мегабайт он весит. У меня пока таких вылетов не случалось, но я не хочу, чтобы они случались. Все эти фиксы вы можете найти по ссылке в описании, там на форуме АПРО они все собраны. Итак, теперь мы можем спокойно играть. Пока что никаких вылетов вроде бы не предвидится, но опять же, мы только в самом начале, и мы подходим с вами к шахте. Эта мразь скоро вынудит меня просверлить ему свинцовую дыру в своём лысом рыле. Ню-ню-ню, у меня связи, не трогай меня. Что же у нас здесь ждёт? Только я хотел сказать, и прям затылком чувствовал. Нас кто-то вырубает. Иконка монолита. Как темно-то всё-таки, ну. Кто это? Долговцы? Очнулся. Ну давай поговорим, урод. Какого хрена? Ты кто? Вопросы здесь задаю я. Ты отвечай, скотина. Твоё прозвище. Сектор, вольный сталкер. Ага, вольный сталкер. Так я тебе и поверил. Видели мы, что вы сделали? То, как вы, мать вашу, невинных сталкеров... Неверных. Неверных сталкеров убили. Я знаю много чего о тебе, Сектор. Ты же... Так же мы знаем немало о вашей шайке. Нет смысла врать мне. Ну и что ты тогда лирик устроишь? За кой урод, пока не забил его свинцом. Значит так, Сектор. Теперь ты рассказываешь нам о своём заказчике и о своей группе. Усёк? Ты же сказал, что знаешь всё о нём. Зачем тебе информация о группе? Повторяю, мразь. Вопросы здесь задаю только я. Подумай. Сколько ты можешь потерять, если сдохнешь здесь и сейчас? Никто не придёт похоронить тебя. Ты просто сгниёшь в этой шахте. Поэтому не рискую, просто скажи нам о цели своих отрядов. Видите, нет озвучки. Я не знаю, так задумано или нет. Может быть, после этого фикса, чтобы предотвратить вылет, они просто убрали озвучку. Ну, равноценная замена, я считаю, я могу и почитать. Интересно закрутил. Только вот нечего мне терять. А рисковать я люблю. Сечёшь? А рисковать он любит. Ну, в таком случае... Отряд, убить его. Оружие к бою! Парни, ну, как бы, нужно было меня, наверное, обезоружить, нет? Вы так не считаете? Хорошо. Ух ты. Прикольно, прикольно. Только нахрен нам это надо? Я не знаю. Поэтому забираем пока что. Всё, что плохо лежит у них. Опять же, денюжки, патроны. Наёмники, приём. Выручайте на нас. У нас напал отряд долговцев. Один я точно долго не продержусь. Вышли тип открепления. Конец связи. Как события быстро разворачиваются. Очередная катсцена. И опять же, озвучка полностью не сработала. Выбить долговцев с точки. Обстоятельства. Нужно будет предъявить Шакиру по ситуации, что из-за этого эгоизма погибли Кейн и Фобос. Из-за его эгоизма. Чё вообще случилось? Я пока что плохо понимаю. Мне интересно, кстати. Получше, наверное, будет, чем наш калаш. Поэтому... Поэтому выкидываем. В принципе, они одинаковые. Поэтому лучше, я думаю, будет походить вот с этим вооружением. Это выбросить нам не пригодится. Так, мы здесь сможем перелезть, нет? Что здесь вообще? Мы оказались около какого-то танка. Какая-то аномалия. Может быть, нам нужно в неё запрыгнуть? Вам так не кажется? Что-то в этой суматохе я совсем забыл сохраниться. Нет, так не работает. Угу. Мы оказались на самой верхушке. Вот этого вот всего действия. Давайте спустимся. Похоже, наши пацаны пострадали от наёмников, которые всё-таки пришли защищать типу сталкеров. Но, как видите, он там оговорился. Неверных. Я не знаю, может быть, у них тоже есть какая-то своя цель в этом месте. Да, дальность прорисовки, конечно, наставляет желать лучшего. Нихрена сколько нужно в тебя свинца запулить, урод. Ух ты. Ух ты. Это что, это бронекостюм? Классно, слушайте. Я его первый раз даже и не заметил. Но в нём мы не можем бегать, правильно? По характеристикам он, конечно, намного лучше, но бегать мы в нём не можем. Ну, ладно. Что-то они какие-то слишком уж неубиваемые. Хорошо, попробуем ещё раз. Просто, чтобы убить их, нужно выпустить очень много патронов. Кстати, их за скелет долго. Нихрена себе. Тут просто такие шмотки можно найти, с них падают. Дисбаланс просто огромный. Давайте. Но мы не бегать не можем ни в том, ни в том, как говорится. Поэтому, наверное, всё-таки нецелесообразно будет их брать. Но продать их кому-нибудь, я думаю, можно будет. Так. Вот это фобус наш. И... Окей, нихрена ты тут насобирал, братик. А я думаю... Кстати, вот этот помп и дробовик нам пригодится. Пригодится, конечно. Блин, экзоскелет, опять же, ну... У меня просто по весу, я сейчас не вытяну всё это вести правильно. Слишком много добра я, нахапал. Я чувствую себя каким-то... Я не знаю. Нужно обязательно идти... Айс... Э, лавина. Охренеть. Опять же. Ну, это, конечно, классное вооружение, но где найти для него патрона? Да, и всё, я уже не могу сдвинуться. А это кто? Это что? Найти заброшенную шахту у нас всё ещё. Может, блин... Не знаю, Сэмки попробовать? Чего ты не стреляешь в нас? На точность оставляет желать лучшего. И ещё один парень где-то здесь рядом. Блин, нужно что-нибудь выбросить. Другой стороны. У меня всё забивает, что... Ну да, Сэмочки, конечно... Попроще, попроще. У него ещё один помповый дробовик, который, в принципе, нам не пригодится. И ещё один такой же долговский костюм, только в идеальном состоянии. Так. Собираем всё это добро. И теперь, я думаю, можно будет... А, ещё где-то есть парень. Он наверху там, походу, да? Это мы берём. Блин, так хочется всё это забрать. Давайте пока выпьем бурвинок. Благо, они у нас есть. А, ты просто здесь стоял, да? Чего ещё происходит? Можете мне объяснить, почему он так спокойно здесь стоял? Не понимаю, не понимаю. Ага, тут ещё есть парень, да? Ну хорошо. Где он у нас? Да, с такой точности, конечно. Это будет непросто. Брат, ну я вообще-то убиваю тебя, я не знаю, но... Да, тут, конечно, достаточно багов. Скажем так, даже слишком достаточно. Не, этот калаш я выкину, но вернусь, пожалуй, к тому своему калашнику. Зарядим, помповый дробовичок, я думаю, он будет получше. Ну, опять же, повреждения. Стоит ли это того? Я не знаю, темп огня, удобность. А, ладно, идите в задницу. Это я всё хочу продать, посмотрим. Чё с этого мы сможем вылутать. И кому я тут оставил свой калаш в отличном состоянии? Я не помню, тебе ли. Нет, не тебе. Нам нужно найти ситха, правильно? А только... Ты всё ещё здесь стоишь, интересно. Хоть что-нибудь можешь купить? Ну, да. Ситха у нас был наверху, правильно? Найти ситха. Ну, здорово. Ну как? Цел-то нет? Ты спас мне жизнь. Кажется, теперь я у тебя в долгу. Что вообще произошло? На нас напали долговцы. Кейн и Фобос погибли. Я один еле-еле держался. Ещё бы немного и... Фобос. Сколько же мы с ним знакомы были. Ты просил подкрепление у Шкира. Да. Ни хера этот чёрт не сделал. И не собирался делать. Бесит меня эта тварь. Не жалеет никого. Сам всё время жопу просиживает на базе. Лидер херов. Лидеры ведь всё время должны на базе просиживаться. А не возглавлять атаки, да? Как думаешь? Ладно, мы тут лишнее болтаем. Я пойду, пожалуйста. Ты единственный, кто окликнулся на мою просьбу о помощи. Поэтому, если будет какая-нибудь просьба, обращайся. Окей. Окей. Задание обновлено. Что, отправимся в шахту, я думаю, сначала, а потом уже, в конце концов, к Шкиру? Блин. У меня по голове мысль сидит о том, что мы уже не можем двигаться. Правильно. Конечно. Но это не проблема, правда. Мы можем выпить ещё один бурвинок, но нам нужно добить вес до скольки килограммов. У нас очень много патронов. У нас просто вот этот вот костюм. И уже без него, в принципе, у нас адекватный вес. Вот этот я хочу продать просто, посмотреть. Ну, блин, понимаете, это у нас получается что? Это экзоскелет долго, правильно? Он по всем характеристикам, он получается... А, он даже проигрывает. Ну, хорошо. Но в любом случае, вот этот костюм я хочу просто продать. У этого парня, в принципе, ну, ничего особого нету. Ладно, давайте выдвигаться тогда в шахту. Вот такая вот у нас вот заварушка произошла внезапно, я вам скажу, для меня. Очень даже внезапно. Давайте возьмём в руки дробовичок. Шахта у нас тут недалеко совсем. Главное сохраняться почаще. Так, теперь-то тут... Кстати, долговцы, которые здесь были. Сектор, ситк, срочно подваливайте. На нас напали монолитовцы. Да что ж такое-то? Постоянно что-то происходит. И вот как теперь поступать в такой ситуации? О, господи, как же всё это сделано. Уничтожить монолитовцев. Так. Ну, в принципе, их тоже можно закоиграть, правильно? Где ещё тут, пацаны? О, господи, всё, нет? Тут так много всего, это... Вот, монолитовский комбез-пророк. Кстати, даже получше будет, но только с ним мы не сможем бегать, правильно? Правильно, да, окей. Даже есть вот в идеальном состоянии. Блин, тут просто этого лута, тут его... Неимоверное количество, я просто даже не могу это пропустить между... Но нам самое главное, нам нужны... Так, ну всё, всех добили вроде бы. Нам нужны просто патроны для эмки. А их тут большое количество. Калашников. Ну, это вот патроны для эмки. То, что нам нужно. Так, у нас сейчас задание поговорить со Шкиром. Но прежде всего я хочу облутать всех пацанов. Ну, вот теперь давайте уже поговорим со Шкиром. Чего тебе, действительно, чего мне? Молчание. Ты где пропадал всё это время, чёрт подери! Это не имеет значения. Какого чёрта ты не послал топора или карася на помощь Ситху? Кейн и Фобос погибли из-за тебя, а крыса ты гнилая. Спокойно, деточка. Если я решил, что оно так будет, значит так оно и будет. Я тебе уже говорил, что главный здесь я. Ни ты, ни Ситх и никто другой. Связи только у меня. Ты здесь пустое место. Обычная шапка, которая выполняет мои приказы. Болт я клал на связи твои. Если ты бесполезный кусок говна, то что мне мешает сейчас тебе прихлопнуть? Вот как. Прикончить меня вздумал. И что же после? Кто из вас всех станет лидером отряда? А? Ты? Карась? Винт? Может Ситх или топор? У вас у всех нет никаких планов на то, что делать дальше и как искать стрелка. Сейчас нет смысла спорить или стреляться. Пока что мы союзники. Зачем усложнять нам обоим работу? После выполнения контракта ввали на все четыре стороны. Я что-то не видел, чтобы ты что-то делал, а не рыдал здесь насчет своих связей и поста лидера. Все, успокойся. Докладывай, что ты откопал в той шахте. Долговцев. Только я подошел к шахте, как меня вырубили. Дальше. Они... Снова произошел вылет, ничего страшного. Ты где? Спокойно. Переиграем диалог. Все, дальше. Так, вот с этого момента, по-моему, они поулакли меня на другую конец рыжего леса, где начали допрашивать. Мне повезло выйти оттуда. Вторая группа Долговцев засела в доме, в котором раньше находились сталкеры. Уже не засела. Крысу в том доме прикончили? Как думаете? Давайте его обманем. Обманем? Хорошо. Смысла тут оставаться больше нет. Сейчас каждая собака знает цель нашего задания. Дальше путь будет у нас в сторону НИИ Агропрома. Охрана у входа в Лиманск останется там же, где и были. В случае чего будет докладывать нам информацию отсюда. Мне осталось связаться с Лешим. Как будешь готов, скажешь. Только долго не задерживайся. Пока. Ты-то, братик, купишь у нас гранаток на все свои сбережения. 3 600 вот так вот, да? Хоть чуть-чуть от веса избавимся. Так, медицинская помощь мне не нужна. А вот... Блин, ну ты, к сожалению, у тебя денег-то до бесконечного количества. Но можно взять у тебя один-единственный Барвинок. Потому что без Барвинка мы ходить особо не можем. Но ты, брат, можешь у нас заняться только модификацией. Так. А есть ли здесь вот такая возможность? Давайте попробуем найти. Да. Усилители сероприводов. Я так понимаю, это и есть способность бега. Сколько нам нужно? Нам нужно, в принципе, не так много. Да, я думаю, стоит этим заняться. Поговорить с ситхом. Перекинуться пару слов с пострадавшим. Ага. В шахту мы так и не сходили. Блин, тут очень много всего. И все это можно в сокупности, конечно же, продать. Но я хочу все-таки, наверное, опустить мост и поговорить с тем торговцем. Наверное, давайте так и сделаем. У нас, в принципе, денег достаточно, я думаю, чтобы починить этот экзоскелет и сделать из него огонь машину. Ну, давайте сперва опустим мост. Сохранимся перед этим. Какой у нас там уже сейф там? Седьмой, если мне не изменяет память, пусть будет так. Кстати, вот этого парня я не обыскивал. Что, у него чем-то интересненькое будет. Ну, опять же, у них у всех вот эти комбинезоны, которые лучше, чем пророки. Ну, плюс-минус, знаете, плюс-минус они... В принципе, я думаю, здесь это не так важно. Я просто люблю крафтить, всем этим заниматься, наверное, поэтому... Что ты, братишка, опустишь мост? Как это все будет выглядеть, мне интересно. Ну, он опускается, да. Ну, там из оригинала с хемком. Я просто хочу поговорить с парнями на той стороне. Ну, в принципе, все. Криво, боком, как-то уже на этой стороне. Что, мы не можем обыскать этого парня? В смысле? Мы что-то подобрали, случайно? Не-не-не, нам это не нужно. Так, мы бегать, в принципе, можем и так. Где у нас торговец? Можно вообще с кем-нибудь поговорить? Так, Федька-палач. Ну, им можно продавать что-нибудь будет? Нет, у них особо денег нет. Так, сухой. Да, вот у нас, собственно, торговец. Можно будет продавать всех вот этих вот ништячков. И все разные какие-то прицелы. Дальномерный прицел. И давайте, который подешевле подадим, продадим ему. Вот эти вот все прицелы, они мне тоже вряд ли пригодятся. Экзоскелет за десятку он забирает. Пророк. Можно все-таки, наверное, одеть этот самый Пророк, просто его улучшить как следует. И бегать с Пророком. Я просто не знаю даже, что здесь в этой игре важнее будет. И не важнее. Ну, ладно, давайте оставим экзоскелет. Вот так вот будем... Будем вот так вот бегать. Плюс 16 тысяч у нас имеется. Ну, вот, в принципе, чего я хотел. Здесь у нас вооружение. Ну, блин, что нам нужно? Нам, в принципе, ничего и не нужно. Ну, вот, я вроде бы полностью экипровался. Давайте поговорим, отправимся разговаривать с этим ситхом. Что нам, интересно, скажет. Что я сделал? Во-первых, я полностью улучшил свой экзоскелет. Все-таки я решил остаться с ним. С ним можно бегать. С ним отличный переносной вязг. Вот, ну, конечно же, на все, что я хотел. Мне денег не хватило. По мелочи тут улучшил СПСА. Ну, так, это чуть-чуть. Ну, и МКУМКУ. Самое главное, это точность. Ну, вот, в принципе, чего я добивался. Так это прекрасной точности. Я ее и добился. В принципе, все остальное нам уже не важно. Я не знаю, пригодится ли мне все это в жизни. Не пригодится в этом моде дальше. Может быть, нам ее особо перестреливаться не с кем будет. Ну, судя по началу этого мода, все-таки с кем-то, да мы перестреливались. Люблю я все крафтить, повторюсь. И даже в сталкере я этим занимаюсь. Поговорим с ситхом. Что, он здесь один вообще остался? Ну, блин, вот этот парень, который там внизу... Напрягает он мне немного. Его уже нет. Интересно. Интересно. Мы его так и не убили. Я думаю, в дальнейшем он еще появится. Кстати, это экзоскелет Долга, который мы здесь оставили. Пусть валяется. Так. Лучше бы со мной пошел. Понимаю, тебе обидно, но... Шкир сказал выдвигаться в сторону Нии, после того, как свяжется с Альфой. Хорошо. Я понял. И нас перенесло уже на другую локацию. Это, так понимаю, не Агропром. Блин, я опять подумал, что вылет будет сейчас, но нет. Я не понимаю, Шкира, зачем отправляться туда, где нам определенно не рады? Мне кажется, он что-то недоговаривает. Так, ну и что мы? Соберем все, что плохо лежит. Это, так понимаю, Долг. Ну, да. Почему он только мне друг, я вот этого не понимаю. Продадим лишний вес весь. И купим чуть-чуть энергетиков. Ну, да, нам здесь явно не рады. Здесь у нас, получается, и свободовцы. Или это все-таки наши пацаны? А, нет, это наемники. Из другого какого-то отряда. Я просто проверяю, может быть, у них задания какие-нибудь, что ли, есть. Но это вот наши пацаны. Карась, все дела. Ничего у них нет. Это винт, который у нас ремонтник. Ладно, допустим. Сразу же я вижу уже на миникарте квестового персонажа. Майор Звягинцев. Угу, окей. Торговца вижу еще одного. Давайте посмотрим, что он нам сможет предложить. Опять же, повторюсь, пока что никаких новых локаций я не вижу. Это все переработанные старые. Забирай, пожалуйста. Ну, здесь помелочи. Нам это нахрен ничего не надо, допустим. Ну, кстати, недорого. Недорого. Не знаю, зачем я это делаю. Ну, в дальнейшем раз проверить стоило. Еще тут у нас какой-то квестовый персонаж. Ты кто такой? Ммм, Инквизитор. Крутая броня. Где достал? Не достал. Награда за задание. Я тут особо опасные миссии выполняю. Этот экзоскелет как раз для них подходит. И что же за задание ты выполняешь? Хочешь присоединиться? Мне как раз для одного задания напарник нужен. А что хоть за задание-то? В соседнем здании на заводе Агропром пропал лидер-одиночек. Арестом кличут. Я разузнал уместно, как кто-то ему наплел про новые артефакты в тоннеле неподалеку. Он и поперся. Уже как два дня не вышел оттуда. А сталкеры туда идти боятся. Излучением там бьет. Они-то без защиты особо. А мы с тобой нормально экипированы. Пройдемся, найдем его, доведем до базы и все. Или хотя бы то, что от него осталось. Слушай, ну... Это интересно. Это интересно. Дополнительное задание, знаете. Ну его можно отключить? Так, тут у нас получается... Механик. Я так облазить, посмотреть. Леший. И тебе здорово. А наш босс, я так понимаю, где-то наверху находится. Так, здесь еще один торговец. Это Сиитх. Ну, хорошо. Громов у нас... Техник. Но нам, в принципе, пока ничего не нужно. Поднимаемся еще выше. Вот я так, таким макаром нашел дополнительное задание. Так, да, он здесь находится. Наша глава. Еще тут пацаны стоят. Миротворец. И это... Крылова, генерал. Ну... Допустим, окей, ладно. Почему мы только сюда приплыли, я не знаю. Почему ты выбрал именно Агропром? Потому что тут находится главная база долга. Они знают нашу цель. Возможно, им также нужна группа стрелка. Мы можем объединиться, дабы быстрее найти его. Объединиться с теми, кто убил Кейна с Фобосом и почти убили Сиитха? Да. Я не думаю, что между наемниками и долговцами будут плохие отношения из-за четырех идиотов. Все, у меня нет времени на разговоры. Если тебе так интересно узнать, зачем они убили тех бестолочей, спроси сам у Крылова. Как скажешь поговорить с Крыловым. Новая запись. Запись. Долговцы в рыжем лесу. Очень подозрительно, кто мог нанять самих долговцев на ликвидацию наших групп? Неужто кто-то из группы стрелка прознал о наших планах? Или тут надо рыть глубже? Блин, ну а что нам можно сказать Крылов-то? Я думаю, он вряд ли что знает. Так, нас интересуют ваши бойцы. У меня сейчас нет бойцов, ничем не можем помочь. Думаю, собственно, по-другому вопросу. Что вы можете сказать за бойцов в рыжем лесу? Что они успели натворить? Они недавно погибли в аномалии, жарь, ребят. В аномалии, похоже, мы говорим не об одних и тех же людях. Сколько было в твоем отряде? Человека три, не больше. На нас напало порядка десяти бойцов в общем. Это подстава. Я не отправлял своих бойцов на уничтожение наемников. Тем более десяток. Значит, загадка. Ладно, еще кое-что хотел спросить. Я тебе сейчас покажу фотографию. Хотелось бы просить рассказать все, что знаешь об этих бойцах. Давай гляну. Да, знаю одного. Но должен ли я тебе рассказать о нем? Сколько? Услуга за услугу. Идет. На балладах неподалеку отсюда есть один домик. Вокруг него идет химическое облако. Возможно, поэтому и ребята видели там каких-то сумасшедших в долговских комбинезонах. Наверное, гуляйцу нации. Может, это друзья, нападавших на вас. Во всяком случае, тебе нужно обчистить этот дом. Обо всем, что ты там найдешь, расскажешь мне. А я решу, есть ли смысл это забирать. Одному тебе идти туда не обязательно. Можешь взять с собой своих приятелей. Сам справлюсь. Давай координаты. Так. Задание, задание, задание. Сумасшедший в долговских комбезах. Возможно, в том месте я найду ответ, что за долговцы были в рыжем лесу. Ведь, как говорил Крылов, это не те долговцы, которых он отправлял. А, возможно, он просто врет. Посмотрим. Получается, знаете, может произойти такая ситуация, что Крылов нам просто соврал и решил нас пустить в засаду, в расход, чтобы нас там убили. Да. Такой вариант тоже вполне возможен. Ну что ж, давайте сбегаем, посмотрим. Опять же, сохраняемся и двигаемся дальше. У нас тут виднеется какая-то аномалия под названием загребущие руки. Можно попробовать найти что-нибудь здесь. Ну да, вот это похоже на артефакт. Забираем его. Что за артефакт? Это у нас звездная пыль. Происхождение ударного артефакта неизвестно. Ученые лишь строят догадки из того, что, возможно, артефакт это гибрид золотой рыбки и бенгальского огня. Обладеет защитой от электрических и гравитационных аномалий. Крайне радиоактивен. Ну, чуть-чуть мы заразились радиацией. Я не знаю, будет ли он с пояса уносить нам какой-то вред здоровью. Я этого не знаю. Тут я читал то, что артефакты разработчики сделали полностью сами. Несколько модификаций других не брали. Давайте попробуем выпить антират. И будем продвигаться дальше. Я уже слышу. Что здесь кто-то есть? Угу. Сейчас была очень жесткая прогрузка. Я не знаю, почему так происходит. Блин, я не знаю, что с ними. Зачистить болото? Их нужно просто... Монолит? Это монолит, переодетый в долг? И еще один кто-то здесь есть. Ага. Ну, допустим, допустим... Нам бы искать убитых долгов. Давайте соберемся, что здесь есть. Так, комбис монолита. Это все нам... На хрен не нужно. Вот у этого парня при бомбе что-то есть. Есть какой-то КПК-черта. Рассказать крыловую. Да. У тебя что имеется? Аптечка. Кстати, бьет немного по здоровью. Каком бы хорошем комбинезоне ни были. Все равно наносит вред здоровью. Ну, благо оно само восстанавливается. Давайте почитаем. Так, КПК. В нем много интересной информации. Однако, самое главное, последняя запись. Миротворец сообщил нам, что один из неверных идет именно к этому месту. Как хорошо, что брату удалось влиться в ряды долго. Теперь главное подготовиться. Быть готовым к атаке. Вы высовывали меня. Священный монолит. Миротворец. Я разговаривал с этим парнем на базе долго. Вот только не помню, где именно он стоял. Я понял. Значит, получается, у них еще... Это, короче, монолитовцы. Мы, в принципе, это поняли. Рассказать Крылова. Очень интересно. Выходит у Крылова. На базе есть монолитовский предатель. Крылова нужно быть на чеку. Давайте я сбегаю, посмотрю. Если здесь артефакты. Если ничего не найду, буду возвращаться обратно. Продолжение следует... craftину. Речь идет. Продолжение следует... 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 Ладно, пусть будет... Ты в порядке, генерал? Да, наверное, спасибо за помощь, держи, хоть как-то тебя отблагодарю... Как насчет информации? Конечно, да... В общем, знаю одного из этих сталкеров, его наемник искал... Шрам, точно... Он нам помог подземелья зачистить, там он и нашел информацию об этом же сталкере... Думаю, тебе стоит туда пойти, за казарами, есть люк... Тебе его найти не составит труда... Хорошо, спасибо... Так, достали мы кое-какую информацию... Он нам дал... Ну, в принципе, точно такой же калаш, как и у нас... Нужен он нам или нет, я не знаю... Миротворец, понятно, понятно... Сейчас наведаться надо к торговцу, продать какую-то часть снаряжения... Ну, друзья, я думаю, это мы сделаем уже в следующей серии... Если вам эта серия понравилась и вы хотите увидеть новую серию, обязательно ставьте лайки и оставляйте комментарии... Ну, а с вами, как обычно, был Арзам... До встречи, сталкеры! Субтитры сделал DimaTorzok